Здравствуйте, уважаемые студенты группы точно-заочного обучения 2-го курса. У меня большая просьба старости предоставить список присутствующих. Сегодня у нас урок экскурсии на тему знакомства с образцами малогабаритной садово-парковой кефы. Ну, прежде чем начать наше занятие, в качестве проверки домашнего задания, мне хотелось задать несколько вопросов. Ну, самый главный вопрос по нашему междисциплинарному курсу садово-парковой технике, это вообще, в принципе, зачем использовать садово-парковую технику. Ну, а с точки зрения экономии, вообще глобального использования... Ну, это само собой. Ну, у нас безработных много, можно и бестерпнуть, и обойтись, обеспечить работой. Что мы экономим? Вот, увеличиваем производительность работы. И второе, что мы экономим? Время и ванны. Основные марки крупногабаритных тракторов. Помните? Беларусь. Беларусь, Вольво. Катар Пивор, замечательно. Важно еще нам знать типы двигателей. Вспоминайте, какие могут быть типы двигателей. Двухтактный, четырехтактный бензиновый и бездельный двигатель. Что такое обкатка? В щадящем режиме. Первые часы работы двигателя в щадящем режиме. Ну, и последний вопрос. Что такое моторесурс? Да, первые поломки. Часы работы двигателя. Док первого серьезного капитального ремонта. Да, поднимаю. Пошли, наверное. Значит, сегодня у нас пройдет с вами урок-экскурсия на тему знакомства с образцами садово-парковой техники. Мы находимся с вами в торгово-выставочном зале садовой машины по адресу город Станкт-Петербург, проспект Народного ополчения, 22. Цель занятия. Визуальное знакомство с техникой, современными марками, видами работ в садово-парковом и ландшафтном строительстве, а также промышленный опыт садово-парковой техники. То есть у нас будет с вами возможность в качестве практического занятия завести какую-то единицу техники. Но прежде чем приступить к нашей лекции, мы с вами должны пройти инструктаж на рабочем месте. Итак, до начала экскурсии, уважаемые студенты, приготовить конспект для записи лекций, отключить мобильные устройства и гаджеты, старой группе предоставить список студентов на сегодняшние лекции, во время экскурсии фиксировать в конспект наиболее важную информацию преподавателя, не отвлекать докладчика разговорами, быть в зоне видимости преподавателя, запрещать трогать технику без разрешения преподавателя, садиться на машины и фотографироваться на оборудовании машины, отвлекаться и отвлекать студентов группы, конечно же запрещается курить, принимать пищу во время лекции, покидать торговый зал без предупреждения, ну и задавать вопросы не по теме. По окончании лекции проверить наличие записи домашнего задания, задавать вопросы по необходимости, разрешается бесплатно приобрести каталоги современных брендов садово-парковой техники, ну и забрать свою одежду и личные вещи. Старости группы просьба сделать переключку. А также старости группы попрошу расписаться в журнале инструктажа о технике безопасности. Итак, прежде чем начать наше занятие, хотелось бы напомнить, что сегодня мы с вами визуально познакомимся с образцами садово-парковой техники и пользуемой в ландшафтном строительстве. Ну и как будущие специалисты вы должны знать, первое, наименование единицы садово-парковой техники. Второе, виды работ, которые выполняет та или иная единица техники. Третье, знать, четыре-пять марок единиц садово-парковой техники машин-механизм. Знать тип двигателя, установленный на данной единице. Уметь подбирать альтернативные единицы техники и оборудования. И уметь осуществлять безопасный запуск техники и оборудования. Ну что же, у нас начнем наше занятие. На дворе сейчас зима. Я думаю, будет логично начать наше занятие суждения снеглуборщиков на дворе зима. Вот подскажите мне, пожалуйста, на какой тип двигателя используется на данном типе снеглуборщиков? Ну, есть модели двухтактные, совершенно верно. Какой тип топлива заливается на них двухтактные? Бензина с маслом. Совершенно верно. Сметь бензина с маслом. Пропорции? Пятидесять. Молодцы, совершенно верно. Такая рода техника на каких объектах используется? На двухтактных. Ну, а помочь мне? Боряется двигатель и головоклубей небольших, совершенно верно. То есть, это могут быть территории внутриквартальные, да, жилищно-коммунальные хозяйства, да, могут использовать, очищая тротуары, вдоль домов, ну, возможно, какие-то проезды. Конечно же, в зонах ограниченного пользования мы имеем возможность с вами расчищать территорию дорожа, дорожки, площадки, там, на усадьбах и так далее. Ну, как мы видим с вами ассортимент, сейчас у нас масмейден пришел, не такой широкий, тем не менее, видим единицы техники, оснащенные двухтактными двигателями, четырехтактными. В чем принципиальная разница? Разница, конечно же, в ширине захвата, в мощности двигателя, ну, и есть так называемая инновационная технология. То есть, есть модели, о которых ручка стартера, скажем, ручная, то есть запуск осуществляется при помощи механического стартера, да, более дорогие единицы техники оснащены, ну, скажем, электростартером. Просьба оператора подойти поближе, посмотри. Значит, электростартер, позволяющий осуществлять пуск, ну, без участия ручного, то есть более облегченный запуск. Значит, основными рабочими органами снегоуборщика являются шнеки. То есть, вот это правая часть, вот это левая. При работе они подают снег к центральной части и лопатка позволяет выбрасывать снег на расстояние до 15 метров. Снег мы убираем, машина способна убирать рыхлый, то есть, она не вгрызается, какой-то утрамбованный нас снега не вгрызается в лед. Ну, вы можете обратить внимание, есть так называемые направляющие лыжи, да, по которым скользит снегууборщик и выбрасывает снег в левую сторону, вперед или вправо. То есть, на 180 градусов мы можем регулировать в ту или иную сторону направление выброса снега. Ходовая часть представлена колесами. На данной модели имеется дифференциал колес, то есть, позволяющий совершать более маневренные действия при работе. Ну, рекомендуется при работе использовать вот ширину захвата как бы наполовину нашего рабочего органа. Особенно, если высота снега превышает, скажем, 20-30 сантиметров. Почему? Потому что при одновременной работе ходовой части колес, да, и работе шнеков будет, ну, как бы, техника работать и передвигаться без каких-то усилий, без остановки. То есть, одновременно с поеданием снега, выброса, его в сторону, мы двигаемся вперед. Если какие-то вопросы появляются, спрашиваются, давайте. мне бы хотелось немножко еще остановиться пару слов сказать про двигатель, да? Совершенно верно вы сказали, что здесь установлен двигатель четырехтактный бензин, и обратите внимание, да, топливный бак, достаточно объемный, четыре с половиной литра емкости. Какой бензин будем сюда заливать? 95-й. Ну, либо 92-й марки, либо 95-й. Ну, во всяком случае, мы с вами говорили, и об этом прописано в инструкции по использованию, октановое число бензина должно составлять не менее 85-й. Да, то есть, по нашим с вами меркам, это бензин ниже 92-й. Кроме того, перед запуском что надо проверить с вами? Наличие масла в картере двигателя, да? По сказке служит, как вы помните, щуп масляный. Ну, мы здесь видим два отверстия, то есть, оптимальным уровнем масла будет являться уровень как бы между этими отверстиями. То есть, верхнее отверстие это максимальный уровень, нижнее отверстие это минимальный. Проверили, масло есть. Дальше, перед запуском что мы с вами делаем? Устанавливаем воздушную заслонку, если двигатель холодный в положении закрытый, газ устанавливаем максимально, да? Изображен заяц. И дальше осуществляем запуск либо при помощи ручного стартера, либо при помощи электростартера. Ну, у нас с вами сегодня будет возможность в качестве практического занятия осуществить запуск мото-кассы, где мы еще раз вспомним безопасные этапы запуска. Значит, марки, которые представлены в торгово-выставочном зале садовой машины, вы можете визуально увидеть макалыш, партнер. Ну, кроме того, современными марками, которые не представлены в торгово-выставочном зале, какие являются? Помните? Кусклавна, совершенно верно, Канадиана, Симплисити. Мы сами перечисляем наиболее современные марки, те, которые на рынке себя зарекомендовали какое-то время, те, у которых есть сервисные центры на территории северо-западного региона и Санкт-Петербурга, ну и, конечно же, есть запчасти, то есть, чтобы у потребителя была возможность либо отремонтировать, либо приобрести какие-то расходные материалы. Вопросы задавайте, если появились. Скажите, можно использовать эту технику для разведения снег? Нет. Для рыхления снега мы не используем, только для уборки снега. Кроме того, на данных моделях, мы сказали, основным рабочим образом является шнек, и, к сожалению, не всегда есть возможность установить какое-то сменное оборудование вместо шнека. То есть, есть модели, у которых можно поставить вместо снегоуборщика щетку, и таким образом мы уже будем убирать с помощью щетки какой-то снег. начисто до покрытия убирать мелкий снежный покров и наоборот какую-то стлякость, мокрый снег, да, потому что даже единица техника убирает рыхлого мини-трактор компании Кускварна. Какой рабочий орган установлен на мини-тракторе? С чем работает? Что в передней части установлен? Ножи совершенно верно. То есть этот трактор представлен в виде мини-трактора газонокосилки. Как вы видите, вот эта часть называется дека, мы с вами изучали этот термин, под который вращаются два металлических ножа. Ножи позволяют выкрашивать какие газоны? Обыкновенная портера. Обыкновенная совершенно верно. но в каких-то случаях, если позволяет ширина проезда выкашивать совершенно верно портерные газоны. Ну, в общем-то и спортивные, хотя мы с вами позже будем говорить о качестве козьбы и затронем тему барабанных козьбек. Значит, данный мини-трактор оснащен четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 15 лошадиных сил. Марки двигателей какие вы помните современные? Бриттон-Стрэттон, совершенно верно. Еще Текамси, есть такой. Хонда, Робинс-Субару и Кохлер. То есть, мы с вами должны хотя бы 4-5 наименований двигателей наименований современных, которые используются во всяком случае на большинстве малогабаритной садово-парковой техники. Кроме того, если вы помните, мы с вами говорили о том, что на мини-трактора возможна установка навесного оборудования на марке оснащенной двигателем более 18 лошадиных сил. Ну что, можно поставить вместо косилки. что можно установить? Ну правильно, Мария, щетку. Что еще? Отвал. Отвал. Ну, для небольших объемов работ совершенно верно. Прицеп. Ну и, пожалуй, все, да? На работе земной мы не сможем работать. Данный мини-трактор оснащен автоматической коробкой передач. Максимальная скорость движения какая? А на километрах 20. 20 многовато до 20, да? 15-20 километров в час. Мне кажется, она 20 километров едет. Ну, около 20. Значит, по технике безопасности, если оператор встает в седение, двигатель автоматически лопнет, соответственно, уже ребенок не сможет, да? В принципе, завести данную единицу и управлять мини-трактором. Есть какое-то устройство с методом? Да, то есть там стоит датчик, датчик, который позволяет и насуществляет в принципе запуск мини-трактора. данная единица правильно называется райдер. То есть, как вы видите, котельное устройство вынесено вперед. Ходовая часть колеса, она уже установлена в задней части. в чем преимущество такого райдера? Как вы думаете? Маневренность. Совершенно верно. В первую очередь маневренность. То есть, мы имеем возможность выкашивать газоны с крутым углом поворота, да, косилки вокруг деревьев, вокруг скамей, вокруг каких-то стадо-парковых элементов. Ну, а недостатком что является? То, что скашиваемая трава остается не собранной. То есть, если у нас объект находится в каким-то повышенном статусом, сейчас поговорим об этом, придется собирать вручную. Совершенно верно. Вы заметили, есть функция травосборника. Но для того, чтобы попадала в травосборник трава, здесь дополнительно необходимо использовать некий патрубок, по которому будет доставляться скашиваемая трава в травосборник. Ну, и, конечно же, хотелось обратить ваше внимание на стоимость. В настоящее время стоимость такого мини-трактора составляет 207-3000 рублей. Поэтому мы с вами, когда изучали раздел двигателей, говорили об типе используемого топлива, говорили, что это важно, потому что если мы будем использовать топливо, не подходящее для данного цеплодвигателя, это привезет к ремонту. Ремонт дорогостоящий, запчасти дорогие, поэтому мы с вами как специалисты, как будущие не только рабочие, но и мастера в основном парковом хозяйства должны знать правильную эксплуатацию двигателей, в данном случае четырехтактных бензин. Хорошо, если нет возможности у организации, как вы правильно сказали, мы выкашиваем газоны мини-тракторами, либо крупногабаритными тракторами с навесным оборудованием, но если нет возможности, нам на помощь приходят колесные косилки. Ну, как вы видите, современными марками газонокосилок являются модели Алько, Кускварна, Партнер, ну, и не представлены, к сожалению, в магазине есть модели Бриль и Викинг. Викинг есть, Викинг есть, совершенно верно. Какие же площади способны выкашивать такие косилки, и какие косилки будут являться профессиональными? Алия. Ну, мы выкашиваем в Садово-Парковые обыкновенные газоны, но как нам понять, какая косилка является профессиональными? Нет. На двигателе я вам подсказываю. Двигатель какой должен быть? Мощностью не менее пяти лошадиных сил. То есть, если вы посмотрите, я позвал мощности у колесных косилок составляет от трех с половиной до семи лошадиных сил. Но если мы говорим о профессиональной сфере выкашивания газонов на больших площадях в Садово-Парковых предприятиях, то, конечно же, это должно быть двигатель не менее пяти лошадиных сил. Но в настоящее время вы можете встретить такие модели, как мы упомянули Викинг, Хускварна и Алько. Чем же оснащена колесная косилка? Естественно, основным рабочим органом выступает колесная косилка. Конечно, металлический нож. Металлический нож позволяет выкашивать обыкновенные газоны. Естественно, этот газон должен быть относительно ровным, не в точках. И у моделей существует разница естественно в ширине захвата. корпус может быть выполнен из пластика, из металла. Ну и, конечно же, по типу скаши, по типу выброса травы может оснащаться модель домосморника. То есть, чаще всего мы, конечно же, используем такие модели на объектах, которые были с повышенным статусом, на территориях ограничены пользу частных усадков. В городских условиях чаще используют модели либо с боковым выбросом, либо с функцией эмульчирования. Объем подоконника составляет от 30 литров до 7 милистов. У мини-тракторов газонокосилок до 500 литров. Ну, есть так называемые инновации в мире газонокосилок. Мы с вами говорили о них. Значит, что может быть установлено на колесную косилку, может быть установлен в передней части аэратор, которым мы пользуемся один-два раза за сезон для вычешивания мертвой травы и для доступа кислорода в корневую систему дернины газонных трав. Кроме того, некоторые модели бензиновые могут оснащаться электростартером. кроме того, к инновационным технологиям мы можем отнести удобную регулировку по высоте скашивания. То есть, те модели, как вы помните, регулируются по высоте от 3 до 10 сантиметров. Нам можно подойти поближе отбираться. Отбираться у нас имя сегодня. Спасибо вам. Еще раз. Значит, регулировка колес осуществляется либо вручную каждое колесо. Бывает, что одним рычагом у нас есть возможность на более продвинутых моделях, как мы говорим, идет вот эта регулировка. Очень интересная функция и важная для муниципалов это функция блокировки ножа. То есть, если есть на поверхности газона какие-то штери или мусор, для того, чтобы нам не согнуть вал двигателя, который передает вращение на нож, стоит муфта, выполненная из легкосплавного материала алюминий и если попадает нож газонокосилки на какое-то препятствие, выходит из строя вот эта вот муфта, естественно, которую заменить гораздо дешевле, чем ремонтировать вал двигателя, ну, или покупать новый ножик газонокосилки. давайте вспомним про моторесурс. На данной модели, например, мощность двигателя 3,5-х, динейсилы. Ну, какой приблизительно составит моторесурс данного двигателя? Примерно, при условии правильной эксплуатации. 700 часов, 800 часов. Ну, 800, максимум, 1000 часов. Значит, как вы помните, расход топлива такой модели литр в час, то есть, несложно посчитать, сколько лет она нам прослужит. Ну, просьба подойти поближе оператора. В модели мы с вами перечисляли альфон. Различные модели, мы сказали, по типу выброса. вот здесь представлен боковой выброс. Более мощные двигатели здесь составляют очень двигатель 6,5 л.с. Ну, естественно, дизайн, эргономика отличаются в этой модели. Ну, мы с вами, как специалисты садопаркового хозяйства, должны запомнить самое главное, что колесные газонокосилки предназначены для выкашивания обыкновенных газонов и часто являются помощниками после работы тракторов и мини-тракторов. Но всегда остаются у нас с вами участки газона, где неспособна выкосить газонокосилка и мы дорабатываем эти участки чем-то. Совершенно верно. Молодец, Наталья. Мы мотокосами и бензиновыми триммерами. спрашивайте. По поводу аэратора, который устанавливается в передней части, есть такой модель? К сожалению, в торгово-восточном зале садовой машины не представлена такая модель, но если интересно, мы с вами можем посмотреть в каталогах и на лекциях. Я вам покажу фотографии и материал фирмы Бриль. Компания Бриль более 50 лет специализировалась на газонокосилках и у этой фирмы есть достаточно интересные инновационные технологии, в том числе и функция аэратора. Загородный дом. Конкуренты, да? Перед нами бензиновый триммер, оснащенный каким двигателем? Двухтактным бензиновым двигателем, то есть в качестве топлива используется триммер бензиновым смазкой. Мы уже сегодня об этом говорили. Для чего же предназначена бензиновый триммер? Как мы сказали, для докашивания газонов в труднодоступных местах в заборах вокруг деревьев. Основным рабочим органом выступает леска или триммерный корд, как правильно говорить. На бензиновой модели толщина триммерного корда составляет 2,0, 2,4, ну и профессиональных моделей 3 мм. Значит, триммерный корд позволяет выкашивать газонные травы обыкновенные, но если попадаются в какие-то стороны, то, в общем-то, выкашивает всю неодревесневшую зеленую массу. То есть, смыть, крапива, лебеда, сока триммерный корд способен выкашивать. Ну, существует система подачи лески различной. На данной модели, если леска где-то оборвалась, а в камень, бетон, поребрик, существует полуавтомат. то есть, вот эта кнопочка подпружинена и новая порция лески подается путем приступивания во время работы по земле. То есть, мы с вами приступили, порция лески 2 см выскакивает новая. Завод в кассете заряжает 5 метров. Естественно, леска является триммерный корд расходным материалом. Рано или поздно она кончается, у нас есть возможность установить новую леску. Если же на территории газона попадается более густая трава, может быть, какие-то кустарники, в качестве режущего инструмента нам уже понадобится металлический диск. Металлический диск уже способен выкашивать более грубую траву, кустарники и такая техника уже будет называться мотокосой, поскольку основной режущей частью будет являться металлический диск или нос. То есть у нас есть возможность выкашивать уже не только траву, но и какие-то кустарники диаметром сантиметра до двух. Ну, посмотрите, обратите внимание, здесь уже более удобная такая Т-образная ручка. Мотокоса оснащается ранцевым ремнем и оператор имеет возможность в правой руке иметь блок управления, то есть рычаг газа, да, держаться своими руками, ну и по технике безопасности, как мы с вами говорили, указанной в инструкции по эксплуатации, рабочий оснащается чем-то? защитной защитной одежды, прочной обувью, наушники, визор защитный, перчатки, совершенно верно. Есть две установки тоже простые. Профессиональные мотокосы имеют мощность от 1,7 лошадейных стилей. Ну, из марок, которые существуют на рынке северо-запада, это «Ускварна» и «Шфилл». Есть, конечно, широкий спектр или визорских моделей. Мы их упоминаем и должны с вами хотя бы 2-3 единицы знать. Мощность тримеров от стилей бензиновых стримерных кордов составляет 1 лошадейной стиле. Полупрофессиональными моделями те, на которых мы можем работать, скажем, продолжительное время, это где-то 1,3-1,4 лошадейные силы. Ну, и профессиональные модели имеют мощность вот 1,7 лошадейной силы. Обратите внимание на типы дисков или ножей, которые установлены на мотокосы. На профессиональные модели чаще всего устанавливают трехлопастные диски. Ну, кроме того, есть понятие «восьмизубый диск», позволяющий укладывать, ну, скажем, высокую траву на луговых газонах в борозды, то есть по левую и правую сторону, когда оператор выкашивает. Кроме того, есть понятие «фильный диск», который способен не выкашивать, а спиливать какие-то кустарники и даже деревья в диаметре 5-7 сантиметров. Ну, к сожалению, не представлена эта модель в торгово-выставочном зале, но мы с вами говорили о ней звучание. Ну, так, нормальный формовочный обрез кустарник, да, основным рабочим органом выступают два полотна лезвий, и они способны перекусывать побеги диаметром 1 до 2 сантиметров. Ну, здесь представлена модель компании «Эхо» на базе двухтактного бензинового двигателя. В качестве насадок на разъемные штанги к мото-косы мы с вами посмотрели для высоких изгородей, там, где нет возможности с земли произвести работы по формовке, у нас есть возможность на более длинную штангу мото-косы проводить формовку, ну, скажем, изгородей, имеющих высоту до 5 метров максимально. Далее перед нами генераторы. Мы еще с вами эту тему не разбирали, но обязательно будем говорить, что в садово-парк и в лошадном строительстве могут быть использованы генераторы для работ с электрооборудованием. Ну, например, на объекте может быть использована бетономешалка, может осуществляться какое-то досвечивание. Есть модели, с которыми можно подсоединить сварочный аппарат. Таким образом, например, производить работу по установке ограждений на объектах. А мне как-то отличаются помощники? Ну, генераторов тоже целая наука. Мы будем с вами говорить, что есть понятие синхронные генераторы, асинхронные генераторы, имеющие постоянный ток, переменный ток. Но нам, как специалистам машинного строительства, важно, во-первых, понимать, какую технику мы собираемся подключать, какой мощности. И важно, чтобы мощность этой техники не превышала номинальную мощность генератора. Кроме того, есть понятие генераторы на базе дизельного двигателя, есть на базе бензинового. Конечно же, если предстоит работа круглосуточная, без перерыва, это должны быть генераторы совершенно верно на базе дизельного двигателя. Если какой-то аварийный случай на 8 часов, на 5 часов, то используются двигатели на базе бензинового двигателя, как бы для аварийного пользования. Садовый парк Малашан в строительстве используют бензопилы для формулочной обрезки, для балки деревьев, и, скажем, для работы по обрезке сучьев и так далее. Остальным рабочим органом бензопилы является шина, по которой движется цель. Установлен двухтактный бензиновый двигатель. Пила оснащена тормозом. То есть, вообще, техника является наиболее опасной единицей, поэтому, скажем, при работе кончиком шины может произойти отскок и срабатывать вот этот самый тормоз сцепить. Это важно знать. По дисциплине охране труда мы с вами будем разбирать обязательно безопасную работу с бензопилами. Ну, что еще сказать. Профессиональные модели бензопил имеют мощность двигателя от трех лошадиных сил. Такими моделями в настоящее время являются бензопилы воскварна и штиль. Компания Эхо можно упомянуть. Остальные модели чаще носят любительский характер. Есть так называемые пилы маленькие, у которых предназначены для топиарного структура. Да, то есть, когда вырезают какие-то малые формы из дерева. То есть, вот такие какие-то ювелирные вещи. Это подходит клея 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 по весу легче? Штикс. Да, не полегче. 2,8 кг. По цене тоже на такие. Интересно. А вот это электрические? Да, есть модели электрических пил. Это уже для небольших объемов работ. Для них нужен, естественно, источник питания. Возможно, это работа в интерьерах, в закрытых помещениях. Возможно, какие-то малые формы вырезаете из дерева. Может быть, в зимний стад. Какое ограничение работает? Как мы сказали, электродвигатель боится перегрева. Поэтому, если работаете минут 30-40, желательно давать конечно перерывать. Ну, здесь уже у нас только одна емкость для масла от гидионного, как мы сказали, позволяющего смазывать цепь по всему периметру шины. Кроме марки Штиль, можно еще упомянуть, на мой взгляд, неплохой, зарекомендовавший себя давно бренд Макита. Вы слышали обрезные машинки, но есть и модели электрических пил. Я думал, что здесь требования компании не дают свойства, чтобы не было перемешки каких-то других моделей. партнер и партнер и фрукзуар три бренда в принципе. Партнер считается любительской маркой. межреклассом понятно, но вообще у нас в России до 98 года лидером была шведская компания фрукзуар не фрукзуар в Швеции сначала в Америке потом перебрались в Китай фрукзуар фрукзуар есть нет здесь нет в компании фрукзуар например есть резочки помните я вам показывал лобанчик как бы спор ну вот пропорция помните на 1,50 перед нами измельчители садовые предназначены для измельчения веток ну скажем прошла у нас обрезка санитарная может безформовочная и измельчители позволяют превращать ну древесные остатки вот в такую крупную стружку поскольку у нас с вами образцы малогабаритные да теплицы естественно предназначены для работы в саду с небольшим объемом работ если же речь идет скажем о измельчении веток вдоль магистрали вдоль дороги конечно же измельчение выступает в качестве прицепного устройства к тракторам и к автомобилям но тем не менее сейчас в саду можно использовать измельчитель на базе и электродвигателя и на базе бензинового двигателя перед нами культиватор на базе четырехтактного бензинного двигателя ну и как вы помните основным рабочим органом культюра культиватора выступают что? фрезы плотченые фрезы совершенно верно на левую воду уже сегодня третий бомб значит фрезы состоят из набора ножей кованых имеющих заточку на конус да то есть мы должны знать что при установке креста их надо правильно поставить правая на правую сторону левая на левую в противном случае фрезы не будут зарываться и выполнять свою функцию рыхлинии ну осуществлены фрезы ограничителями да чтобы земля не выпадала за определенные пределы кроме того глубину заделки фрез регулирует сочник это вот металлическая плотина которая регулируется по вертикальной толстности выше или ниже ну в данном случае колеса в работе не участвуют при работе они подгибаются кверху а предназначены для того чтобы можно было подскочить культиватор к месту работы ну вот скажем там от гаража до грядки ну поскольку культиватор вы сказали что он имеет пункцию только рыхление почвы то в общем-то спектр навесного оборудования достаточно узкий то есть можно установить окучник для устройства бороз ну скажем питомники решили посадить саженство культиватор вручную лопату не копать борозу но имеем возможность в задней части установить окучник если мощность позволяет иногда устанавливать какую-то бричку для перевозки груза максимально там 150 кг культиваторы оснащаются рычагом газа то есть мы имеем возможность регулировать скорость вращения фрез ну заводом устанавливана скорость вращения 150 оборотов в минуту ну есть мини-культиваторы у которых до 320 кг то есть прижи вращаются рычагом почву кроме того у нас есть возможность вращения вперед и вращения назад ну бывает что культиватор имеет вес скажем 60 кг если зарывалась машина там по самые крылья чтобы нам вручную 60 кг население кастрики мы воспользуемся рукояткой заднего хода то есть фреза начинает вращаться назад и культиватор вылезает из какого-то заглубления ну здесь не представлены модели мотоблоков ну вы помните из курса в чем разница между культиватором и мотоблоком ну основная разница в чем мотоблок да разновидность трактора в котором можно совершенно ревно установить достаточно широкий спектр насады да и сливый уборщик и косилку и щетку и прицеп хорошо мотоблоков к сожалению не представлены так перед нами техника для полива конечно же мы должны понимать на каком объекте и в каких объемах мы собираемся орошать территорию либо откачивать воду по каким-то причинам но тем не менее мы с вами в торгово-высловочном зале садовые машины можем наблюдать погружные насосы компании Альфор существуют насосы для чистой воды существуют погружные насосы для грязной воды то есть мы имеем возможность опускать такой насос скажем в колодец извлекать питьевую воду кроме того если мы ставим перед собой задачу например смены воды в каком-то пруде декоративном она скажем зацвела и прочее опустить погружной насос уже для грязной воды способной пропускать частицы каких-то взвесей растений ила то есть уже можем использовать погружные насосы для грязной воды то есть допустимый диаметр вот этих частиц 4-5 сантиметров значит выключательным служит поплавок то есть вы опустили насос он поднимается по мере откачивания воды поплавочек опускается там внутри шарик и насос выключается то есть в принципе можно оставить его ну скажем без присмотра да в таком автоматическом режиме но существуют также и стадовые насосы которые устанавливаются на поверхность земли для работы нужен шпанк для вставки который опускается в сважину колодец и второй шланг нам нужен на выход для полива то есть мы имеем возможность одновременно осуществлять скажем поливные участки одновременно закачивать воду ну скажем для каких-то бытовых бушек и осуществлять полив есть такие же насосы но работающие в автоматическом режиме ну здесь их не очень хорошо видно они правильно называются насосные станции насосные станции то есть такую насосную станцию можно установить скажем в доме на усадьбе и если мы открываем кран она осуществляет подачу воды в автоматическом режиме широкий ассортимент разные модели в основном отличаются мощностью более высокая мощность позволяет иметь большее количество точек одновременного пользования то есть мы скажем можем одновременно и какие-то бытовые цели там из посуды включать кран набирать воду там не знаю в бак в баню осуществлять одновременно полив максимальное количество точек может быть там 4 скажем 4 атмосферы выдает насосная станция грубо говоря по одной атмосфере на каждую точку это вполне достаточно для того чтобы осуществлять полив или какие-то работы это электрические насосные это электрические насосные станции компании есть модели скважины здесь они к сожалению не представлены то есть диаметр насоса позволяет опускать его металлическую трубу в скважину но нельзя конечно упомянуть не сказать про поливомоечные машины которые в основном конечно пользуются в городской среде для полива цветочных растений наслаждений кроме того это могут быть различные прицепные устройства или бочек с водой то есть это основная техника которую пользуются садово-парковых хозяйств но поскольку мы с вами находимся в торгово-условочном зале да и у нас сегодня тема знакомства с малогабаритной техникой мы вот упоминаем насосы далее давайте перейдем к следующей ну что давайте еще чуть-чуть посмотри перед нами техника для ухода за газоном ну в данном случае эта машина называется аэратор то есть самым рабочим органом выступает металлическая звездочка которая прокалывает поверхность газона осуществляет доступ кислорода к корневой системе газонных травм аэрацию мы выполняем обычно один раз два за сезон то есть весной где-то в августе небольшой аэратор позволяет работать соответственно на небольших площадях ну скажем может быть территории до 30 до 50 до 100 на более крупных площадях аэратор является навесным оборудованием тракторам либо мотоблокам наш основной рабочий орган аэратора металлическая звездочка как мы сказали осуществляет проколы устанавливается на в данном случае на технику отношенную двухтактным бензиновым двигателем но кроме звездочки аэратора аэратор может выступать в виде вот такого набора грабли который уже не прокалывает а вычесывает старую траву мох ну какую-то слежавшуюся на поверхность земли то есть эту работу выполняют чаще весной достаточно эффективная насадка вот такой вот набор граблей вращается и вычесывает старую траву из точки земли и так далее резиновая да Валя перед нами садовый полицоз фирмы Штиль садовый парк мы используем для сбора какого-то легкого мусора скошенной травы пасхой листвы листвового очищают могут очищать поверхности деревьев причем материал который собирается измельчается пластиковой трещоткой и оказывается вот в таком вот мешке емкостью до 100 литров на более больших площадях используют садовый пылесос уже на базе бензинового двигателя ну а если у нас территория лесопарк или какой-то крупный по площади парк садовый пылесос может являться прицепным устройством к мини-тракторам и к тракторам кроме того у данной функции у всех садовых пылесосов в том числе и которые представлены здесь есть вторая функция на выдох то есть мы имеем возможность с поверхности дорожки например какой-то материал сдуть это может быть песок листьев костяная трава и так далее сейчас в качестве практического занятия так называемого промышленного опыта мы с вами произведем безопасный затус мотокосы ну точнее не мотокосы а бензинного тренера правильно потому что здесь рабочий орган наступает леска ну до начала работы какие требования предъявляют садово-парковые предприятия конечно же проводят инструктаж то есть перед тем как работник начать работать в той или иной генетической технике он проходит инструктаж то есть он проходит медосмотр то есть допускается к работе старший либо мастер значит освещает безопасные методы приема работы той или иной единицы техники и работник расписывается в журнале инструктажа ну непосредственно перед запуском мастер проверяет бесправность рабочего инструмента надежность крепления основных рабочих органов отпускает отпускает необходимое количество топлива для работы в данном случае здесь будет смесь бензина с маслом ну и перед запуском работник должен оснащаться средствами индивидуальной защиты в данном случае это будет спецодежда конечно же обувь защита органов зрения и слуха далее приступая к запуску двигателя при наличии вышеуказанного топлива как мы с вами говорили рычажок запуска устанавливается в положении единичка или старт далее положение воздушной заслонки устанавливается закрыто путем переключения рычажка кроме того у нас есть праймер кнопочка которая осуществляет подкачку топлива и доставку ее в систему в карбюратор после того как кнопочка наполнилась топливом 3-5 раз мы на нее нажимаем и с поверхности земли осуществляем запуск при помощи ручного стартера то есть первоначально мы вытягиваем его медленно на расстояние вытянутой руки дальше возвращаем стартер вновь вытягиваем до ощутимого сопротивления и редко дергаем двигатель заводится и глопнет после чего положение воздушной заслонки приоткрываем и производим повторный запуск двигатель Продолжение следует... Значит, регулировка газа осуществляется путем удерживания верхней рукоятки и нажатия на рычаг газа. При работе работник имеет возможность часть места перенести на корпус и вытаскивать газом путем такого движения налево-направо. Газ рекомендуется при работе давать максимально на всю, но периодически отпускать для холостого хода. При работе обязательно мы должны пользоваться, то есть иметь защитный кожух. Без защитного кожуха работать запрещается. Как вы видите, установлен на кожухе металлический нож. Он обрезает согласно диаметру захвата лишний корт. Ну и при работе, мы уже сегодня с вами говорили, леска подается путем нажатия во время работы на кнопочку. Ну, при выключенном двигателе можно продемонстрировать вот таким образом. Да, вот мы нажимаем, леска вытягивается. Лишнее обрезается при включении обноски. По окончании работы, то есть для того, чтобы заглушить двигатель, положение тумблера ставим на ноль или на стоп. По окончании работы очищаем рабочие органы, кожух. Отчитываемся мастеру о проделанной работе, о количестве израсходованного топлива. И обо всех нарушениях при работе по технике безопасности. Нет, просто нельзя. За ручку, за ручку. Если леска будет обрабатываться, то я не могу. Спасибо. 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 Итак, спасибо за внимание. Домашним заданием для вас будет составить отчет в виде презентации. Обобщить полученную информацию по трем разделам. В виде таблицы. В первой графе вы пишете наименование техники. Во второй графе те виды работ, которые выполняет та или иная техника. Третья. Основной рабочий орган данной единицы. Либо сменное оборудование. В четвертой графе наименование марка современной единицы техники. В последней графе, в пятой, альтернатива. То есть то, чем можно заменить данную единицу. Значит, работа выполняется в формате презентации. Следующему занятию. Жду от вас выполненной работы. Спасибо еще раз за внимание. Наиболее активным сегодня студентам поставлю пятерки за работу на уроке. Спасибо. До новых встреч.